Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! С вами международный мастер Владимир Барский. Сегодня в Сочи на фонбет командном чемпионате России по шахматам были сыграны партии шестого тура. Давайте посмотрим результаты премьер-лиги. Команда Новосибирской области обыграла московскую команду «Темас Тим» со счетом 4-2. Шахматная сборная Москвы выиграла у команды «Кимерия» 4,5 на 1,5 очка. Центральный матч тура «Русская шахматная школа против спортивного клуба КПРФ» завершился в ничью 3-3. Команда Московской области выиграла у команды спортшколы по шахматным шашкам из Санкт-Петербурга со счетом 4-2. И, наконец, команда из Воронежа уступила Республике Беларусь со счетом 1-5. Но мы, конечно, рассмотрим более подробно центральный матч, в котором лидер спортивный клуб КПРФ встречался с дружной командой «Русской шахматной школы», которая шла на третьем месте. Начнем мы с поединка лидеров, где белыми играл Давид Поровян, а черными играл Александр Грещук. Об этом поединке рассказал в студии Давид Поровян. И я очень рекомендую всем послушать его анализ. Но это, может быть, самое интересное, что есть в современных шахматах, послушать по горячим следам, что видели гроссмейстеры, о чем они думали, чего боялись, как они оценивали позицию. Потому что Давид пришел сразу после партии. Они немножко поанализировались с Грещуком без компьютера. И он рассказал именно человеческое восприятие. Но это очень ценно, это очень интересно для тех, кто хочет усилиться в шахматах, улучшить свою игру. А мы посмотрим после компьютерного анализа, какие оценки давал компьютер. Но тоже анализ не очень глубокий, достаточно быстрый, но тем не менее. Начнем вот с этой вот позиции, с критической Давид. Давид считал, что у него уже, может быть, неприятно, угрожает ферзь С6. И он разменялся на Е5. И он сказал, что ход ДЕ, который сделал Грещук, это ход, ну, черная продолжает игру на победу. Давайте посмотрим. После конь Е5, это альтернатива, конь бьет Е5 ДЕ, ферзь С4. Мне кажется, что все-таки здесь унициатива у белых, но черные удерживают позицию таким вот ходом. Потому что ферзь активнее. Ферзь активнее, лади активнее. Ходом С6, конь Ф3, Б5. Черные поддерживают равновесие. После АБ, СБ, ферзь Б3. Есть взятие на Е4, конь бьет Е5. И тут есть ход, ладья бьет Ф2. И на конь Д7 черных получает такой тактический ресурс. Ладья бьет Ф1. И теперь плохо бить королем из-за шаха с Д2. А если отступить, король Х2, то ладья Ф5. И у черных все в порядке. В ответ на ДЕ Александр Грещук сыграл тоже ДЕ. Так получилась такая вот немножко необычная пешечная структура в центре. Четыре пешки по линии Е. Зато все центральные поля прикрыты коням. Особо не разгуляться здесь. Сыграл здесь Давид Ф4. Ладья Е7. Очень сильный ход Ж4. Потому что, как он объяснил нам, идея черных была сыграть ладья Д8 и потом ферзь Д3. И в Эншпиле без ферзей у черных инициатива. А ладья СЕ7 прикрывает и пешки Е6, и пешки СЕ7. Значит, Ж4. Здесь уже этот план не проходит из-за Ж5. И там начинает где-то пешка на Е6 подвисать. Он сыграл здесь... Александр сыграл здесь ферзь Е8. Заслуживал внимания здесь такой вот ход. Ладья Е7 и на Ж5. А все-таки отправить коня через Е8 на Д6 с обоюдными шансами. А после ферзь Е8 еще один сильный ход. Ладья Ж2. Угрожает вскрытие линии Ж. Конь Х7. Х4. Ладья Е7. Х5. Здесь Александр сыграл конь Х8. Ну, так немножко грустно смотреть на этих коней, которые на Х7 и на Х8. Понятно, что великий Вильгельмстенец ставил коня там в угол и считал, что все нормально, он потом выйдет. Но здесь, может быть, имело смысл сыграть конь Е7 и отдать эту пешку. После ферзь Е6, конь С8. Ну, здесь жертвы двух пешек. Но это позиция. Одна пешка наверняка отыграется. Здесь у черных, мне кажется, достаточно или почти достаточная контригра для поддержания равновесия. Конь Х8 все-таки выглядит сомнительно. Ладья Ж2. Ферзь Е7. Пешку забрали. Забрали, забрали. И вот здесь черные поспешили вывести своего коня из угла, сыграли конь Е7. Но здесь, и даже на следующем ходу заслужил внимание, ход Х4 шах, вначале активизируя ферзя. Но теперь плохо играть король Е2 из-за шаха с Х2, с потерей коня Е5. Надо играть король Ж2. Тогда конь Ж5. И защищаем пешку Е6 и создаем контригру. И после ферзь С7, конь Ф7, вот такой вот компьютерный вариант. Ферзь Ж4, ферзь Ж3, ферзь Е2. Но теперь если белые не хотят ничью, а они не хотят ничью, то они должны вот так вот уходить от вечного шага. И здесь, если побить на Ф7, то ферзь Д1, отыграли коня, здесь равенство. Поэтому в ответ на конь Ф7 надо играть ферзь Ф3. Поменялись, поменялись. Но здесь важно сыграть Ж5 или Ж6. Ж, король, Ж6. Такой получается коневой Эншпиль. У белых лишняя пешка, но в черных, как не представляется, хороший шанс на ничью. Но требует более глубокого анализа, конечно, это окончание. Александр Грищук сыграл конь Ф7, конь бьет Ф7. И здесь тоже. Здесь тоже надо было сыграть ферзь Х4. Ну, сразу. Здесь уже король уходит через Е2 на Д3, потому что конь не висит. Но пока ферзь защищает пешку С7, конь Ф3, ферзь Ж3, конь Д4, ферзь Д6. Конь выходит. И опять-таки, у черных хороший шанс на ничью. После того, как сыграл ферзь Ф7, король Е2, конь Ф6. Сильный ход Е5. Отгоняет коня, и ферзь одновременно защищает пешку Ж4, конь Д5, ферзь Е4. Еще один сильный ход. Потому что белые предотвращают подрыв Ж7, Ж6. В партии король попадает в коробочку. Ферзь Д7, конь Ф3. Александр ищет контр-игру на ферзьевом фланге. Играет здесь Б5. Но, видимо, сильнее было сыграть или сразу здесь ферзь Е8, или с включением ходов, скажем, ферзь С6. А ферзь С6. Ферзь С6. Но угрожает конь С3. Король Ф2. Здесь ферзь Е8. Не допускать ход Ж5, потому что продвижение пешки на Ж5 и потом на Ж6, как случилось в партии, она крайне неприятна для черных. Б5, Ж5, БА. Да, и здесь, как рассказал Давид, опять-таки всем рекомендую посмотреть его экспресс-анализ в трансляции сегодняшнего тура, он намечал ход С4 и отказался от этого хода из-за хода А3. И потом уже в анализе в студии он нашел, что после СД А2, казалось бы, пешка проходит, есть очень сильный ход Д6 и белый выигрывает, потому что грозит ферзь А8, шах и мат. Но еще, помимо хода С4, очень сильно было просто побить на А6. И теперь, если та же идея контр-игры у черных сыграть А3, но бить пешку нельзя из-за конь БЦ3, вилка. Но есть здесь ход конь Ж5, создавая матовые угрозы. Ну и теперь после Ж6, Ферзь Ж7, здесь белые с шахами подъедают пешки и выигрывают. Еще один, можно отметить, момент, что на ЖАЖ. Если сразу сыграть ЖАЖ, то здесь тоже Ферзь Е6, Король Ф8, Ферзь Е6. Ну и тоже они с шахами подъедают материал. Давид на секундах, оба соперника, конечно, были уже в очень сильном цейтноте. Давид сыграл здесь Ферзь С4. И здесь было красивое спасение у черных. Они могли здесь сыграть конь Б6. Теперь, если отойти Ферзем на Д4, ну просто размена, размена конь С4. Он-то играет против пешки Б2, пешка А3 становится очень сильной. Если в ответ на конь Б6 наступить, скажем, на Ж4, тогда взятие, взятие. И здесь вот с этой стороны Ферзь выходит, забирает пешку Е5, здесь тоже черные спасаются. Ну и самый красивый вариант, если на конь Б6 сыграть Ферзь Д3, Ферзь Д3, Король Д3, теперь нет контр-игры с конь С4, и здесь черных выручает вот такой вот красивый ход Ж6. Разменяется пешки, черный Король выходит в игру, и партия должна будет закончиться в ничью. В ответ на Ферзь С4, как было сыграно в партии, Александр Гришют сыграл Ферзь Е8. Тогда последовало Ж6, запирая короля в такую вот коробочку. Ферзь Б8, черный ищет контр-игру. И здесь тоже на секундах Давид сыграл Ферзь А2. Это не очень удачный ход, а сильнее было пойти Конь Д2, парафилактика, и на Ферзь бьет Б2 сыграть Ферзь Ж4, заходя вот с этой стороны на пешку Е6. На Ферзь Б6, Ферзь Ф3, угрожает Шаха Мацев 7. Единственный ход Ферзь Б8, тогда еще Е4, отгоняя Коня Ферзь Ф7, Ферзь Е6, и эта позиция выиграна. Но понятно, что на секундах во всем это невозможно, разобраться. Сыграл Давид Ферзь А2. Да, и здесь черные могли сыграть С5. С5, Е4, Конь Ф4, Король Ф3, Ферзь Ф8. Ну и здесь у них шансы хорошие на спасение. А после Ферзь Б6, Конь Д4, сыграл Александр Ферзь А6. Здесь уже позиция у черных тяжелая, наверное, последний шанс был это сыграть. Да, но здесь нет хода С5, как тоже указал Давид, из-за хода Ферзь А4, и грозит мат с Е8. Единственное, ну самое упорное было Король Ф8, и убежать Королем вот из этой вот самой коробочки. Тут, конечно, тоже дела черных не важны, но еще можно было играть. А после Ферзь А6, Шах, Король Д2, Ферзь Ф1, Ферзь БТ4, Ферзь Ф2, Конь Е2. Конь очень хорошо прикрывает Короля от Шахов. И здесь, это 41-й ход, контроль был пройден. Александр подумал и после раздумий признал свое поражение. А здесь, если побить Ферзь Е3, Король Е1, Король Ф8, Ферзь Д7. Угрожает мат со Ф7, висит пешка Е6, в общем, оборона черных рушится. Но если на Конь Е2 сыграть сразу Ферзь Ф8, то тоже Ферзь Д7. И ничего хорошего здесь нет. Две лишние пешки и подавляющая позиция. Вот такая вот была партия на первой доске. Давид Поровян выиграл у Александра Грищука. Надо отметить, что в этом матче две партии достаточно быстро завершались ничью. Причем в обеих белыми играли шахматисты из спортивного клуба КПРФ. То есть, как бы два белых цвета у них ушли. Но был близок к победе, был в этом матче Максим Матлаков, который играл белыми с Арсеном Кухмазом. Давайте начнем сразу с этой позиции. Она возникла из защиты Каракан. Белые здесь начинают атаку на королевском фланге. Слон Ж5. План очень простой, прямой, как стрела. Но в то же время от него очень трудно защищаться. Угрожает слон Ж6 и потом просто мат по черным полям. Здесь Арсен сыграл ферзь С8. Правильную идею он увидел несколько позднее. Здесь очень сильно была ладья А3, защищая третью горизонталь от перевода ладьи Б1. Потому что угроза белых пожертвует слону на Ф6 и потом подключить еще ладью через Б3. Ладья А3, если теперь слон Ф6, ЖФ, ЕФ, ферзь Д6. Теперь на ферзь А6 есть ход ферзь Ф8. Ферзь А6, ферзь Ф8. Но здесь можно закончить игру вечным шахом. Но ничего больше нет, нет перевода ладьи. А если здесь попытаться настаивать как-то ферзь Н4. На А4 есть ход конь Д4, у черных есть контр-игра своя. А если здесь сыграть на короле Ф8 в ферзь Ж7 шах, то ничего это не дает. Ферзь Ф8 защитились от шахов и остались лишней фигурой. Но, как я уже сказал, Арсен на слон Ж5 сыграл ферзь С8. Последовало слон Ф6. Ну, угрожает ферзь Ж5, там Ж6, ферзь А6. Взяли, взяли и здесь, да, здесь Кухмазов нашел правильную идею. Пошел ладья А3, ферзь Ж5, король Ф8, ферзь Ж7, король Е8, ферзь Ж8, король Д7. Взяли король Д6. Вот очень важная позиция. Здесь белый сделал напрашивающийся ход, ладья бьет Б7. Ну, казалось бы, да, и ладья подключается к нападению. Пешку съедаем, но гораздо сильнее был ход ладья Б6. Надо было связать коня. И теперь ни много ни мало угрожает мат в один ход, ферзь Е7 со связанным конем. Если черные, значит, дают шаг и играют здесь ферзь Д8, тогда ферзь Б7, продолжая атаку. А если здесь сыграть ферзь Д7, тогда ферзь Ж8. Ферзь Ж8 и здесь просто не остановить пешку. Король С7, так, так, так. Конь Д4, здесь, наверное, можно даже просто пойти Х4. Здесь соотношение у белых ферзь, если посчитать ферзь против ладьи и коня, то есть король у черных очень плохой. Это позиция выигранная. В любой момент, если что-то белому не понравится, они могут разменять ферзей. Позиция выигранная. Максим сыграл, как я уже сказал, ладья бьет Б7. Шаг, король Х2, конь Д4. Появилась лазейка у короля на поле Е5. Он убежал на Е5. Если теперь сыграть Ф7, может быть, это зевнули белые. Здесь есть красивая ничья вечным шахом. Ладья Х1. Но бить надо, потому что на король же 3, конь Ф5, там вилка. И после взятия шах, шах и вечный шах. Вечный шах. Здесь на король Е5 Матлаков сыграл ладья Ц7, перекрывая линию С. А тогда Ф8. И неожиданно выясняется, что угрожает конь Ф3 шах и на ЖФ Ф1 мат. А это 39-й ход фержа 8. Один ход. Понятно, что времени нет на глубокие раздумья. Правильно, здесь был ход за белых ладья Ц3. Та же самая идея, которую ранее показала Арсен Кухмазов. Надо перекрыть третью горизонталь. И здесь после, скажем, конь Ф5, Ф4, здесь вот атака и защита равновесят друг друга. Здесь должна быть ничья. А после Ф4 черные могли играть на победу, если бы они здесь сыграли король Ф5. Уже 4, король Е4, ферзь Б4, ферзь Д8. Особо шахов нет у белых. Черные играют на победу. Но это 40-й ход. Ф4 40-й ход. И у черных тоже 40-й ход. Арсен побил пешку, король Ф4. И после прохождения контроля уже соперники смогли спокойно подумать. Оказалось, это позиция ничейная. Ладья Ж7, ферзь Е6, ферзь С7. И здесь совершенно благоразумно черные объявили вечный шах, отдав коня. Конь Ф3, ЖФ, ладья А2. И здесь до короля Ф2 и вечный шах. А если бы король попробовал убежать, то тогда Д4 и попадает в неприятную историю. Ладья Ж4, король бьет Ф3, ферзь Б7, Е4. Шахи заканчиваются. А угрожает ферзь А2, просто сматывая атакой. В партии после короля Ф2, шах, король Е1, ладья 1, король Ф2. Соперники согласились на ничью. Русская шахматная школа вышла вперед, она лидировала в этом матче. И сделал ничью в матче Александр Морозевич, который обыграл черными Полину Шувалову. Он в любимом Морозевичем французской защите черные уравняли позицию. И надо было ему играть на победу. И здесь он пожертвовал слона за две пешки. Слон бьет С3, конь бьет С3, ферзь Д4, конь Е2, ферзь Б2. Проходные очень опасно. С другой стороны, у черного слона С8 вне игры. Правда, слон Х5 тоже не слишком активен. Король Х3, ферзь А1, король Х4, ферзь Х1, король Ж5, ферзь Е4, С3. И здесь черные, белые могли сделать ничью, пожертвовав коня после конь Е3, ферзь Е3, король Ф6, ферзь С3, слон Ф7. У черных лишняя пешка, но белые фигуры очень активно, включая короля. И черные должны заботиться о поддержании равновесия, скажем, после ферзь С6. Здесь ферзь Д8. И если здесь... Сейчас, ферзь Д8. Если здесь предложить размен ферзей, то после взятия, взятия, слон С6. Здесь даже в пешешные шпиль могут переходить. Пешки приходят, белые пешки приходят одновременно. Здесь никаких проблем. А если на ферзь Д8 сыграть король А7, тогда ферзь Д6, опять предлагая размен ферзей, ферзь С1, король Е7. И белые за счет активности фигур легко удерживают равновесие. Полина сыграла король Ф6, после этого у нее появились проблемы. Пешка уже проскочила на второй горизонталь. Ферзь С6, ферзь Х1, король Ж6. Здесь сильнее было ферзь Ф8. Ну, окей, король Ж6, Д4, вторая пешка пошла, конь С1, Д3, конь Д3, ферзь Е4, Ф4, ФЖ. Вот в этой позиции белых спасал ход ферзь Б2, С2, Ф2, Ф2, взятие, взятие. Он не спасал, но так они должны были играть. Здесь у них позиция хуже, но, по крайней мере, они сразу не проигрывают. А после хода в партии слон Ж6, черные могли выиграть сразу. Ходом Ферзь Х1, Ф2, Ж2. Пешка проходит Ферзи. Но и Морозевич ошибся. Он здесь сыграл ферзь Ж4 и упустил совершенно из вида ход конь Ф4, который спасал партию. То есть конь борется с проходной пешкой Ж, и в то же время ферзь держит пешку С2. Теперь, если ферзь Д1, то можно просто побить пешку. А если сыграть здесь ферзь Ж5, тогда так, так, ферзь С5. Взяли, 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 король Ф7, слон Д7. Но это позиция равная. Полина сыграла конь Е1. Это, судя по всему, последняя ошибка партии. После ферзь Д1, ферзь С2, ферзь бьет Е1. Черные отыграли фигуру, у них осталась лишняя проходная пешка на Ж3. После слона Е4, ферзь Ф2, взяли, взяли, взяли. Слоновый эншпиль выигран у черных. Давайте посмотрим, как закончилась борьба. Слон С6, король С7. Бить пешку королем нельзя из-за сквозного шаха. Пришлось играть король Е7. Слон Б5, слон Ж2, слон С4. Черные не спеша усиливают позицию. А4, король Б6, король Д6, А5, Б5. Ну, а теперь все готово. Взяли, взяли. Так, так. Слон съедает обе пешки. И после Е7 слон Б5 успевает задержать белую проходную. Морозевич выиграл. А матч между командами русской шахматной школы и спортивным клубом КПРФ закончился в ничью 3-3. Лидер притормозил. А второй лидер шахматной сборной Москвы одержала победу над Кемерией, как мы уже видели. Убедительную победу. Там можно отметить только победу Александра Трусковецкого из команды Кемери. На второй доске над гроссмейстером Эрнестом Энаркиевым. Но в остальном счет 4,5 на 1,5. Говорит сам за себя. Из этого матча я хочу показать одну партию. Белыми играл Вадим Звягинцев, гроссмейстер. Черными играл Алексей Чос. Да, коньев 3, Д6, Д4. Соперники перешли в так называемую современную защиту Фелидора. С6, 2,0, слон, Е7. Это вариант не очень приятный за черных. Вадим показал простой путь перевес. Он побил ДЕ. Но теперь плохо бить конем. Из-за конь бьет Е5, ДЕ, ферзь H5. Двойной удар на пешке Ф7, Е5. Ну, как все это 100 лет известно. Приходится играть ДЕ. И тогда вот простой путь. Конь Ж5, слон Ж5, ферзь H5. Временно пожертвовали фигур. Но она тут же отыгрывается. Белые получают преимущество двух слонов. Ну, и вот такой вот теншпиль возникает. Конь Д2, Б5. Он похуже. В принципе, здесь черные могут защищаться. Но вот в этой партии они как-то на удивление быстро проиграли. В основном, они слишком рано начали какую-то контр-игру, не закончив развития. Очень сильный ход здесь в С4. Вскрывая позицию. Белые пользуются империесом развития. Здесь необходимо было сыграть А6, пытаясь как-то удержать оборону. А после Б4, Б4, ладья ФБ1, оборона черных стала рушиться. По рисунку вот напоминает партию Вадима Звягинцев против Максима Матлакова, который мы смотрели в прошлом обзоре. Тоже обе ладьи пришли на ферзевый фланг. И белые начинают его взламывать ходами А3. Конь Б6, А3, Б3. Ладья С1 защитили пешку С4. Конь А4, Ф5. Ну, здесь контр-игра черных явно запаздывает. Конь Ф6, Конь А5, ФЕ, ФЕ. Висит пешка, С6. И последовал последний точный ход, С5. И оказалось неожиданно, что Конь на А4 застрял на краю доски, и его невозможно спасти. После Конь Е4, Слон Д1. Белые выиграли фигуру. И быстро довели партию до победы. Черные сдались. Шахматная сборная Москва одержала победу в матче, и сейчас она стала лидером. И давайте еще в заключение нашего небольшого обзора посмотрим партию из женского чемпионата. Белыми играла Валентина Гунина, а черными играла молодая шахматистка Маргарита Потапова. Она сейчас представляет Краснодарский край. Начнем вот с этой позиции. Позиция примерно равная. У черных сильный пешный центр, они грозят его двинуть вперед. Вот Валентина делает немножко такой резкий ход. Ф4. Здесь сильно было нанести контрудар по центру. Е5, ФЕФЕ. Здесь инициатива на стороне черных. Но Маргарита поверила в своей сопернице. Сыграла более осторожно. Конь С4. Ферзь Ф2. Ферзь Д6. Ладея Ф1, Б4. Конь С5. Ферзь Ф3. Конь Б6. Очень аккуратно играют черные. Очевидно, опасаются свою соперницу грозную, которая известна своим очень острым тактическим зрением. Валентина идет только вперед. Конь А6. Слон Д8. Вместо этого можно было сыграть Ф5, пресекая на корню активность белых на королевском фланге. Слон Д8. Ф5. Ф. Конь Ф5. Ферзь Ц6. Конь Ц5. Конь А4. Но здесь можно было, конечно, просто разменяться на Ц4 с примерно на данной позиции. Но Валентина играет гораздо интереснее. Конь Е4. Прыгает. Бить коня нельзя, как мы видим. И за слон Е4. И теряется ладья на А8. Но можно было в ответ на этот красивый ход сыграть Конь Б3. Наверняка белые планировали ход Конь Д6, торгаясь в коне в лагерь черных. Но тогда есть симпатичный ответ Конь А4. Один из коней разменивается, и белые пока без пешки. Должны будут бороться за ничью. Но черные сыграют ладья Б8. Конь Е6. Слон Е6. Здесь, если Конь Ц3, тогда последовал бы такой вот красивый ход. Слон А6. Пробивая позицию черных по черным полям. Если теперь ЖА, то Конь Бет А6. И Конь Бет Ф7. Ну и совсем плохо бить пешку ферзем. И за Конь Ф7. Король Ф7. Ферзь Д5 с матовой атакой. Потапова сыграла Слон Е6. Тогда Ц4. Конь Б6. Ц5. Конь Д7. Конь Х8. Х4. Ну вот финальная часть этой партии Валентина провела просто здорово. Очень энергично и очень точно. Конь Е7. И теперь следует такой вот взрывной удар. Конь бьет Ж7. Король бьет Ж7. Ладья бьет Ф6. Ну, ладью, правда, бить нельзя. Из-за мата в один ход. Вот такой вот симпатичный мат. Пришлось сыграть. Конь. Ж6. Ладья Е6. Конь Е6. Ферзь Е6. И здесь черные признали свое поражение. Потому что у них просто нет защиты от мата. Ну, например, какой-то ход сделаем. Ладья Б3. Для примера. Тогда ферзь Е7 шах. Король Х8. Слон бьет Ж6. ХЖ. И здесь мат с шахами. Ферзь Е8. Король Х7. Так, так, так. Король Х8. Конь Е7 мат. Таким вот был вкрасы шестой тур фан-бет командного чемпионата России в Сочи. С вами был международный мастер Владимир Барский. Увидимся завтра на седьмом туре фан-бет командного чемпионата России. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok